Пограничникам всех поколений памятник, посвященный защитникам рубежей Родины, открыли сегодня в нашем городе. Установлен мемориал в обновленном парке пограничников в Жефневом районе. Открытие приурочили ко дню скорби и памяти жертв войны, ведь именно пограничники первыми приняли на себя удар фашистских захватчиков. Долгожданный подарок для запорожских пограничников. Ветераны военной службы, которые держали границу на замке, давно ратовали за появление в нашем городе памятника. Возвели его в парке пограничников. Заодно и обновили сам сквер. Поставили лавочки, высадили цветы, положили плитку. Он был нужен для души, для головного мозга, потому что встретиться и вспомнить тех парней, с которыми служил, которых уже, будем так говорить, уже нет на Белосвете. Да, нормально, потому что не было же раньше вообще никакого. Больше всех героев Советского Союза и со всех родов войск. Сколько пограничников. Задача городской власти – это делать вот именно вот это, то, чего хотят люди. Мы удовлетворили сейчас желание пограничников, мы облагородили место для жителей Жефневого района. Я думаю, что если власть будет делать то, чего хотят люди, люди будут откликаться тогда на призывы власти. Например, делать наш город чистым. Открытие памятника приурочили ко дню скорби и памяти жертв войны. 22 июня 41-го фашистские захватчики вторглись на территорию Советского Союза. И именно пограничники первыми приняли на себя удар врага. Память погибших воинов почти минутой молчания. Остановили движение транспорта по главному Запорожскому проспекту. Мы должны помнить и чтить каждого живого участника Великой Отечественной войны. Мы должны помнить о всех живых и оказывать максимально внимания и максимально бюджетного сопровождения их проблемам. Это и лекарства, и дома отдыха. На обновление сквера и установку памятника было выделено около 1 миллиона гривен из городского бюджета. В работах принимали участие большинство коммунальных предприятий Запорожья.